Так что скажи мне, номер один или номер два? Номер один? Один? Или два? Номер один? Или номер два? О мой, номер два, да? Может я гей? Геймеры хотят играть за красив... Господи... ...персонажей! Не может быть! И эта мысль уже долго преследует западных игровых разработчиков, но они всегда быстрее! Мама говорит, что я... ...Оптимис Прайм! И казалось бы, в чём проблема для игровых кампаний сделать привлекательную девушку, когда у вас модель уже нормально выглядит? Проблема для игровых кампаний сделать привлекательную девушку, когда у вас модель... Ну знаете... Я же говорила, что в оригинале она красивая! А я уже не помню, откуда это вообще? Ассасин новый, что ли? Не-не-не-не, забыла, как называется в чате, можешь напишите. Dragon Age? Нет-нет. Fable. А, новый Fable. Всё, я понял. О, Fable. Ну, блин, очень симпатичная девочка. За исключением этих веснушек, которые, ну, как бы... Это вкусовщина. На любителя, да. Ну, это сейчас модно вообще, ведь веснушки их специально рисуют. Но смысла не в этом. Почему из неё сделали цыганку? Вот жилую. Она же красивая девушка. Но выглядит абсолютно не так. Абсолютно не симпатичный. Выглядит, как какая-то странная бабища. Даже персонаж Эбби, который в Last of Us, выглядит лучше, чем вот этот персонаж. Ну да. Эбби просто выглядит, как здоровая баба. Модель уже нормально выглядит. Ну, а так-то да. Ну, на самом деле, если уж говорить о Эбби, то Эбби не сильно отличается от актрисы, с которой её взяли. Более того, я могу сказать, что, ну, по моему мнению, Эбби нормальная. Ну, просто Эбби сделали более сухой, более подкачанной. И вот это вот всё, типа, ну, как бы она в постапе. Есть некоторые отличия, но далеко не так, как вот на предыдущем кадре. Ну, и, естественно, вот в таком виде, когда она улыбается миленькая, вся подкрашенная, с красивой прической и в нормальном фоне, она красивее выглядит, чем когда она в мокрой футболке, без макияжа, поёбанная жизнью. Что, как бы, логично. Представляете, люди, живущие в херовых условиях, выглядят хуже, чем люди, живущие в хороших. Вот это да, новости. Ну, я поэтому и говорю, что, как бы, у Эбби и у той, с кого её взяли, отличий не так много. Ну, тут, да, что-то как-то они силой, это, странновато сделали. То есть, с кого они взяли тоже ещё эти, скулы широкие. Но они решили, скулы мы широкие не будем делать, а вот щёки широкие мы сделаем. Я заметила, что это, в принципе, проблема в играх. Я об этом говорила, которая ещё усугубляется тем, что анимации всё равно несовершенны. Ну да. Что у них, получается, кожа как будто отёчная. Точнее, ну, не то, что кожа, вот всё, что покрывает лицо, вот вся подкожно-жировая клетчатка. Видишь, у неё такое ощущение, что глаза сильнее западают, щёки у неё более налиты. И когда мимика тоже происходит, не видно, что кожа и мышцы двигаются. Ну, такое ощущение, что просто двигается масса. Обычно так выглядят люди, которые сильно оттекли, например, из-за аллергии, или у которых заколото лицо филлерами, и мимика становится неестественной. Вот. И из-за этого, я же говорю, с реализмом жёсткие проблемы, и поэтому не стоит пытаться в реализм один к одному, потому что получается вот такая залупа. Я вообще не очень понимаю, как они так делали, и потом такие, во, всё, мы сделали, заебись, нам нравится, как она выглядит. Но она же выглядит, как толстая баба, которая от двух шагов по лестнице раскраснелась и устала. Ну, то есть у неё вот тут красная. Очень странно. Ну, понятное дело, что это может быть такой кадр. Я так в Horizon 2 пока и не поиграл. Она просто специально... А тут, кстати, я вообще не понимаю, до чего даёк. Почти один в один. За исключением некоторых нюансов. Мне кажется, вообще пытались сделать лицо другого человека. Ну, возможно, нет, ну... Если черты лица рассмотреть по отдельности. Да, ну, я же говорю, некоторые, это, некоторая похожесть есть. Ну, в основном, наверное, глаза. Но, как тот же ВЛГ сказал, когда смотрел трейлер, такой, что вы доебались? Игру как бы делали, и персонажа делали для этих... Ностальгирующих людей. Ну, то есть она реально выглядит, как девушка, которая была бы там модной, типа, в 80-е, или когда там такой внешний вид был. А лицо, ну, абсолютно нормально. Знаешь, люди любят дрочить на эту, на Нэнси из очень странных дел. А внешка у неё очень-очень на любителя. Уж извините, пожалуйста. Не уродовать её лицо! Я к ней не в никаких претензиях, но факт остаётся фактом. Она точно не конвенциальная красавица. Особенно не конвенциальная красавица в настоящее время. Просто людям, люди соскучились по человеческим лицам, разнообразным. И всё. И поэтому любая внешка с какими-то определёнными недостатками, любая натуральная внешка у них вызывает ажиотаж. Ну, или хотя бы как Майкрософт, не заставлять своих разработчиков добровольно, принудительно делать из женщин-обезьян. Фил Спенсер, труту жесть! Разработчиков добровольно, принудительно делать из женщин-обезьян. Ну, кстати, реально, такой, этот, как там, вот, должна была быть актриса, а в итоге разработчица впихнула своё ебало. Там ещё сомнение в том, что это разработчица, ну, допустим, это разработчица. Разработчицы. Они впихнули своё ебало. Женщин-обезьян! Фил Спенсер труд уже сделал из обезьяны человека! Не нужно идти против эволюции! Не, я так вижу, нам нужны маленькие игры, как Hi-Fi Rush. Поэтому я закрою разработчиков Hi-Fi Rush и ещё пять судей. Какая дурка, вы чё, угораете? Ну всё... Всего есть первопричины. И если у Нила Драгмана во время создания Эби причиной было активное общение с феминисткой Анитой Саркисян, то у Майкрософт причиной призывать разработчиков... Саркисян обратный видос, я помню. ...не создавать привлекательных женских... ...не создавать привлекательных женских персонажей была... ...научная статья на сайте Women in Games. Верю, верю, верю! Вообще, очень уважаемый источник. Оказывается, 46% всех геймеров женщины, а не 7%, как показывает мой канал, и канал Деда, и Бобра Сусла. Женщин. Честно говоря, по крайней мере, Деда точно девушкам не очень-то интересно смотреть. Поэтому у него и мало женской аудитории. Дело не в этом. Дело в том, что у игровых блогеров, да и, в принципе, у парней очень-очень-очень часто, всегда, точнее, почти что, женской аудитории мало. Не берём какого-нибудь башенного сбегуна Хэсуса, у которого может быть много девочек. Или там Дмитрия Бэйла. Давайте я вам просто скажу очевидную правду, как бы вы на это не плевались и не обижались, молодые люди, и девушки тоже. А если блогер мужчина, вероятность того, что у него будет превалирующая аудитория мужская, даже вот прям с огромным перекосом, она равняется почти 100%. Ну да. И наоборот. Но. Есть одно но. Если мужчина привлекательный, молодой человек, конвенциональный красавчик, тогда уже возможны нюансы. Но это работает и в другую сторону. Если девушка-блогер не в специфической женской сфере снимает видео, и при этом она конвенциональная красавица, вот, при этом, ну, она еще и как красится, прически делает, носит такую там одежду привлекательную, женственную, феминную, то, пожалуйста, у нее будет достаточно мужской аудитории. Короче, если парень это Коннор, то у него бывает только процентов девушек из-за голоса. Давайте не будем никого обманывать, это правда, это обычное дело. А если же это, а если стримерша Амарант, то ее смотрят в основном мужики, потому что она делает все для того, чтобы ее смотрели мужики. Ну, в принципе, да, так оно и есть. Просто да, у игровых блогеров, да и, в принципе, у мужских блогеров, чаще всего процент девушек гораздо меньше, чем процент мужиков. Вот и все. Есть такое просто дело, что на постоянной основе воспринимать информацию человек подсознательно желает от людей своего пола. Уже не знаю, с чем это связано, оно просто так есть. Я сама за собой заметила, что почему-то предпочитаю женских блогеров, даже если они в одной и той же сфере все делают. У меня таких предпочтений нет, но игровых блогерш, точнее игровых стримерш, или тех, кто делает веселые ролики типа Валеры, Мармока и прочего, девушек просто таких нету популярных. Да и, в принципе, интересных я девушек особо не встречал таких, чтобы мне прям хотелось это смотреть. Я встречала только у них каналы по 6000 подписчиков, которые умирают через 2 года существования. Допустим, если бы та же Вика Картер или Софа делали нарезки, наверное, в какой-то момент так и было. Может, они их сейчас и делают, просто еще не разэтывались, не расфорсились. Но в основном я знаю только стримерш, и то, кто получается, когда начал смотреть стримеров с Твича, и они играют, и там и стримерши, и стримеры, и там и стримерши, и стримеры. Я всех одинаково либо могу смотреть, либо могу не смотреть. То есть для меня разницы между ними особой нету. Допустим, если говорить не о гейминге, допустим, я смотрю интересующий у меня узкоспециализированный контент, вот, я не могу его воспринимать в мужском представлении. Если идет речь о контенте англоязычном, потому что молодые люди, которые занимаются кукольным хобби, у них подача материала какая-то максимально меня раздражающая. И я смотрю англоязычных блогеров только женщин в этом деле. В русском сегменте дело обстоит несколько по-другому. И то, и то я воспринимаю абсолютно нормально. И я еще так скажу, даже если говорить не о блогинге, а, например, о музыке, достаточно много людей, которые не слушают музыку с мужским или с женским вокалом. Просто не слушают. Для меня это было открытием, честно. Но я никого осуждать не буду, просто как факт. Человеку просто не нравится, и все. Я никого не осуждаю, больные ублюдки. Не, мне так-то насрать, но я этого не понимаю. У меня нет никаких таких предпочтений. Мне просто должен нравиться голос и музыка. Ну, ну да, но вот как факт, как факт. Да. Как показывает мой канал, и канал деда, и бобросусла. Женщины. Это придумано. А 70% опрошенных кого-то считают, что играм очень нужны разнообразные персонажи. Женщины там, небинарные люди, цветные люди, люди с ограничениями. Мне особенно нравится, как в этой статье женщины перечисляются отдельно от людей. И пока на другом... Полушарии планеты игровые компании сходят с ума из ниоткуда появляются корейцы со своим особым видением женщин. Ведь в Корее женщины выглядят... Ну, собственно говоря, у корейцев, в принципе, особое видение красоты человека. Они и женщин, и мужчин заёбают одинаково. Нет, женщин побольше. Даже женщин всё-таки побольше. Просто у меня ощущение, что у них доёбы до внешки от пола, типа, не то чтобы сильно отличаются. Я могу сказать, что, в принципе, 90% примерно поп-исполнителей японских невозможно слушать, потому что они поют так, как будто они на утреннике находятся. Они... там... о каком-то нормальном вокале речи обычно не идёт. Это как женщины. Иногда даже мужчины у них выглядят как женщины. Жена кореянка. Её мечта — готовить сидеть дома. Галышом, б***ь. Без понятия, на что, конечно, рассчитывали западные критики от разработчиков Stellar Blade. С учётом того, что в их самой прибыльной мобильной игре Ники основной геймплей досмотреть на трясущуюся задницу. Но внезапно все журналисты очень возмутились от нереалистичной женщины. Это сугубо вообще эротический вымысел мужской. Такого не бывает. А потом оказалось, что внешность героини была полностью взята с реальной модели. И в чём только не обвиняли корейских разработчиков Stellar Blade. И в объективизации, в том, что они не знают, как выглядят женщины. И вообще эти корейцы по ночам женщин осуждают! Осуждают? Да, просто корейцы не знают, как выглядят европейские женщины в глазах тех самых европейских женщин, которые играют в компьютерные игры. Давно уже известно, что вот эти вот жирные, отвратительные феминистки, которые больше всех орут, и чаще всего на всех этих сайтах представлены, что они не геймеры. Они просто в каждой жопе затычкают. Нет, некоторые из них по-любому будут геймеры. К девушкам таким я никаких претензий не имею. Но они обычно не относят себя к феминисткам. И они, скорее всего, сами хотят видеть красивых женщин и мужчин в играх. Я не против реалистичных мужчин и женщин в играх. Но зачем делать страшных? Потому что, ну, как бы в реальности много симпатичных людей или красивых людей. Опять же, еще и для каждого. У каждого свое мнение, кто красивый, кто симпатичный, а кто стрёмный. Вы, типа, даже не в курсе, что кого-то, да, допустим, вас там унижали за то, что вы некрасивые. Вы знаете, что красивых людей тоже унижают за то, что они красивые, представляете? Потому что мы, на самом деле, все в равных условиях находимся, по факту. Больше всего выделили специалисты из Digital Foundry. Я-то думал, они в оптимизации не знают, как выглядят женщины. И вообще, эти корейцы по ночам женщин осуждают. Больше всего выделили специалисты из Digital Foundry. Я-то думал, они в оптимизации разбираются. А тут, оказывается, они еще и специалисты в женщинах. Женщина. Чан Сина. Но самое удивительное, корейцы узнали про все эти скандалы, прислушались к ним, нашли среди своих 250 сотрудников целых двух феминисток и уволили их. Ну, кстати, на самом деле, мы уже об этом говорили в других роликах. Я их абсолютно, как бы, не осуждаю, потому что, а нахрен держать тупых работников, которые твою же компанию кроют, ну, поливают говном? Зачем таких людей держать у себя в компании? Очевидно, значит, им эта компания не подходит. Как по мне. Естественно, геймеры не оставили такой чистый акт альтруизма незамеченным. Поэтому от всей души наиграли в демку Stellar Blade по 100 часов. Выставили игре оценку в 9-3 балла на метакритике. Ну и купили по мелочи все физические копии этой игры. Это возмутительно. Это несправедливо. Даже я не удержался и купил диск за 9 тысяч. Я только поэтому и не купил, потому что, сука, 9 тысяч. Ну, как бы, я уже знаю, что сюжет там не блещет, но геймплей мне все равно понравился. Я хотел бы поиграть в игру. Я люблю такого рода игры. Не с женщинами, а в смысле... Считаю, мне абсолютно вот плевать на такие игры, потому что я знаю, что я-то страшнее не стала от существования главных этих персонажей Stellar Blade. Ну, как бы, да, и ты красивее не становишься от существования главной героини Fable. Да. Да, ну... Не, просто вот, как бы, вот эти вот активистки, они там предлагают геймерам пойти потрогать траву и, типа, якобы, женщины так не выглядят и т.д. и т.п., хотя в случае с Stellar Blade внешка-то еще имеет значительную долю стилизации под любимый именно корейцами стиль. Ну, да. Потому что, извините, тут глупо это отрицать. Вот. А я бы предложила этим активисткам пойти потрогать траву. Люди бывают разные, представьте себе, совершенно! И, в отличие от этих активисток, могут трогать женщину, а женщина может трогать мужчину. А у них я сомневаюсь, что есть такая возможность. То есть они могут только себя трогать. У женщины и мужчины бывает взаимопонимание. Офигеть! Да. Вот это да! И лох, и я лох. Своё оправдание скажу, что меня заманили двухсторонней обложкой. Обложка так себе. А, му... Лох по с... Да, не скажу, что меня заманили двухсторонней обложкой. Обложка... А мне нравится. Красивая. Вот эта вариация даже мне больше нравится, чем... Ох, я лох. Своё оправдание. Нет, вот чем вот это. Оправдание скажу, что меня заманили двухсторонней обложкой. Обложка... Вот это, по-моему, красивее выглядит. Ну да. Хотя костюм у неё там не очень, конечно. Но сама по себе обложка выглядит интересней. Нира... Обложка Нир мне нравится. Я их не сравниваю. Ну, когда-нибудь я поиграю в Сталлэрблейд. Только так себе. А мог поступить как человек, обладающий зачатками интеллекта и купить цифровую версию за пять тысяч через Турцию. А это наши бустеры, благодаря которым существуем мы, существует канал и есть всё, что, в общем-то, вы смотрите на этом канале. Большое спасибо, ребята, что поддерживаете нас. Но прежде, чем покупать Сталлэрблейд, нужно понять Сталлэрблейд. И эту игру достаточно сложно описать. У меня стояк, у тебя стояк, у него стояк. Лучше всего вспомнить у неё стояк, ой. За что все геймеры любят эксклюзивы PlayStation? Убрать это и оставить то, за что все ненавидят. И получится Сталлэрблейд. За ластуфас нужно постоянно таскать ящики. У нас тоже будут ящики. Видишь ящики? Грузи в ящики. Закончишь, получишь в ящики. В Uncharted был падающий пояс. У нас тоже будет падающий пояс. В Готовар нужно собирать ядра для прокачки здоровья. И у нас будут ядра для прокачки здоровья. Ну это скорее херня... А, хотя нет, стоп. Блин, а откуда это... Я бы сказал, это не с Готовар подрезано. Это подрезано с какой-то другой херни. Это скорее со слэшеров подрезано. Потому что в том же этой... В той же... Как она называется? Косылвания, которую я потихоньку прохожу силами поддержки ошибата. Там, ну, таким образом оно и работает. Находишь штучки, находишь три штучки, они такие, оп, у тебя подняли здоровье, ману, вот это вот все. Много где... В Готовар головоломки на каждом шагу? У нас тоже будут головоломки, даже если Стеллар Бет это Дарк Соулс. Я уже эти головоломол... Голомоловки хаваю, честно. Даже если нас запускают в хоррор-локацию, мы все равно будем решать головоломки, прыгая в нужном порядке по символам Плейстейшн. Лох, квадрат, в Дарк Соулсах нет, Кью-Ти-Е. А у нас будут, ведь это эксклюзив Плейстейшн. И все ведь так любили платформинг с неповоротливой Элой в Хорайзоне. Поэтому в нашем Дарк Соулсе тоже будет неповоротливый платформинг с Евой в каждой локации. А главное, зачем? Но многие элементы геймплея разработчики придумали сами. В смысле, взяли не из эксклюзивов Плейстейшн. Вот вам Соник, вот вам Лара Крофт. Почему Лара Крофт? И впервые в играх Плейстейшн появились невидимые видимые стены. И хоть у нас здесь нечто вроде Блэк Борна или Секера, все враги прям джентльмены и готовы подождать Еву каждый раз, когда она упадет. Даже боссы будут ждать, пока она поднимется. Еще рано. Еще рано. И в своем видении разработчики придерживались до конца. Вот смотришь на эту локацию и думаешь, ну сюда-то никак не добавить головоломку. Но разработчики смогли поставить пять турелей, которые тоже будут культурно ждать, пока мы встанем. Но во всем остальном это типичная игра, которая хочет быть игрой Миядзаки. Настолько хочет, что вместо костров у нас здесь торговые автоматы и стулья. Даже в конце игры в локации, где не ступала нога человека, все равно будет торговый автомат. Ну, если в Бладборне мы хилимся месячными, в Дарк Соулсе пивом, а в Смуте просто бодой, мой секретный святой источник, то в Стеллар Блэд Ева восполняет здоровье от любого стула. А, да? Ясно. А вот стиль Атак Ева вдохновлен вовсе не соулсами или Нирами, а какой-то игрой 20-летней давности. Звучит Противодобно. Я в это верю. Но единственная проблема у Стеллар Блэд, которую реально можно назвать проблемой, это неправильное раскрытие игры. Целых 4 часа Ева бегает по кишечным локациям, чтобы потом нас выпустили в открытый мир, а героиня узнала о существовании карты. Сюда смотри. Я карта, я карта. И хоть в сюжетных локациях героиня опять забывает про карту, игра очень удобно будет подсказывать, куда идти. Желтой мочой на каждом шагу. Как говорится, спасибо разработчикам, что на сале. Спасибо, что не на лицо. Главное в таких локациях помнить, лестница это наш друг. Не смотри вниз. Да я пытаюсь. Мы можем бесконечно смотреть. Ну а целых два открытых мира в этой игре существуют. Наверное, потому что в Готовар тоже были открытые миры. Но выбор пустыня и пустыня. Занимаемся мы там тоже такими увлекательными вещами, как коллекционирование бумаги и банок. Все верно. Главная героиня Помойная банда. А вот побочные квесты реально лучшая часть игры. В единственном городе Сталарблейд начинает быть похожей на хорошую игру. Вот тебе опасна ситуация. Киберскуф похотливо смотрит на альтушку. Робот, что ли? Да че? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Половек я. Только кости мне особенно. Ты оказывается нормальным мужиком, который после выполнения его квеста может сменить Еве прическу. Выбор, конечно, так себе и от косы избавиться не получится. Но коса Евы единственная... Клина, он меня вдражает капец. Ну благо есть у нас тройка... Я хотя бы ради этого постригла героиню. Но ты ее не уберешь. Но я же говорю, благо там есть ее уменьшение. длинная она очень бисоевская выбор конечно так себе и от косы избавиться не получится но косоевы единственная причина почему эта игра не вышла на playstation 4 терпим карлики зачастую вообще связаны между собой вот берешь обычный квеста пропажи сестры у подозрительного мужика а буквально недавно вот берешь обычный квеста пропажи сестры у подозритель он где он пытался он делал байонету из-за нее из нее то что выглядит как будто бы это очень похоже но мужика а буквально недавно на доске заданий кто-то объявил за голову евы награду и оказывается что нас заманили в ловушку и еву чуть не убили если бы не ее кореш адам это жопа моя и раз его была смертельно ранена посидите подлечиться просто так не выйдет пришлось полежать в другом побочном квесте все вообще начинается с того что мы пытаемся воскресить половину местной годжу сатур у меня вот после переезда просто посидеть не помогала вот я полежала вас поспала пару-тройку ночей как следует и окажет как новенькая почти все вообще начинается с того что мы пытаемся воскресить половину местной годжу сатур у любимого персонажа в мультике порезали но мы не плохо идти заканчивается засранец ты ревнивыми разборками андроидов и пересечением с другим квестом и все эти побочные квесты нужны чтобы потом в конце игры персонажи которые мы помогли провели нас последний путь и предложили скидки в своих магазинах бабу луганей зато за большинство квестов дают костюмы изменяющие не только увлечение игрой размер ляшек явы вот прям все фетиши этими костюмами собрали даже омерзительный взгляд добавили на петишистов омрачает только цензура некоторых костюмов от sony японским разработчикам своих 16 плюс файнал фэнтези значит можно персонажи бикини одевать а корейцы в их 18 плюс игре что-то вообще берега попутали поэтому лично sony сейчас все быстренько исправят секунду я сейчас ну вот так гораздо хуже а потом быстренько отдадут деньги геймерам за ложную рекламу и сделают невинный взгляд и хоть многие костюмы до сих пор вызывают пошлость аксуальная наша героиня в этом мире или нет непонятно с одной стороны по побочному квесту можно узнать что андроиды по типу евы знают что такое половые отношения с другой за всю игру даже адам ни разу не подкатил киеве и вот как после этого можно причислять стеллер блэд клону игр йокатара если у нас здесь нет даже девушек сюрпризом я буду шаловаться ну да в обоих играх человечество погибло а еще и там и там есть пустыня и рыбалка и играем из андроидов допустим летающий дрон тоже есть в обеих играх а еще космический экзокостюм и задницы но это все потому что директор студии shift up дружит с йокатаро а таро обычный японский мужик мне 34 года нашей дружбы куда деть у него жизни и другие проблемы есть маску там снять или расписать лор своей вселенной на 11129 лет ты концептуально эти игры совершенно разные лично я не больно эти игры совершенно разные детей stellar blade четырех картинках мира первой тучи лично я не помню чтобы вначале не рав томата героиня появлялась из чистейшего кто разрешил тебе надевать трусы да и в начале автоматы драматически умерли сразу два главных героя а здесь в начале умерла только наша наставница у вас мать сдохла вообще печальная у нее судьба не каждый захочет стать персонажем кодзимы это не норма это какая-то страшная жуткая ужасная болезнь но все это было нужно чтобы ева узнала страшную правду на самом деле человечество в этой игре действительно вымерло прямо как в ней автомата о глава всех андроидов матс фиро лгала нам прямо как в н Root Oomata а в конце игры мы сражаемся против нашего напарника прям как в navy bermata я Д possibilите все проборо против кого стокостью и равнодушие кей мы будем сражаться зависит концовка прямо как в ней автомата последнего выбора против кого мы будем сражаться зависит концовка прямо как в нейм Это твой сценарий. Здесь всего 15 страниц. Для справедливости Адама в конце игры можно не атаковать, и он будет просто стоять. Интересно, что у него в этот момент происходит в голове. Никогда не позволяй себе поднимать руку на девушек, даже если она будет похожа на цыганского мальчишку. А многие... Персонажи по уровню проработки не уступают играм Йокатаро, кроме Лили. Её мы по приколу находим в первой локации. Но тебе есть штаны? Нет, ясно. А нужна она, чтобы быть альтернативным боссом в конце игры. Надеюсь, это не проблема? Надеюсь, это не проблема. А ещё Рэйвен, которая предала андроидов странно мотивирует своё желание нас убить. Не проблема. А ещё Рэйвен, которая предала андроидов странно мотивирует своё желание нас убить. Когда мы уже знаем правду о материсфере. Этой мотивации нет. Почему мы не можем жить в мире гармонии? Да потому что, блять, не можем! Зато битва с ней была максимально эпичной. Если бы не сломанный баланс огнестрельного оружия. подряд просто вообще вынос вообще все боссы в этой игре даже на сложности новая игра плюс проходится огнестрелом кроме единственного босса который ломает нам дроиды к делай то что должен не ссы можно конечно проходить solar blade и классическим способом но я это не рекомендую ведь кому-то из разработчиков пришла в голову гениальная идея зависит у я вы все в порядке со скоростью разработчики намеренно сделали задержки с парированием и уклонениями старого стеллар blade у ёбки а боссы господи мать из за ногу вот тут я их проклинаю они не просто сделали задержку с парированием и уклонением они с обычным ударом сделали задержку в принципе задержка в управлении как будто у нее в развитии она блять задержана ты нажимаешь а у нее там нейрончики такие пипи а двигаться пиздец в демке это дико раздражало всю боевую систему на точных парированиях и добавить елову гениальная идея завязать всю боевую систему на точных парированиях и добавить ели задержку для каждого действия да я идиот да и жалко многих врагов здесь рубить они просто хотят поцелуя по другие чтобы на них наступили ногой после чего перевозбуждаются и сами взрываются мутант что ли был мутант полстраны таких мутантов но я все равно считаю стала рыть главным эксклюзивом за все поколение playstation 5 и нет не потому что это реальный эксклюзив просто благодаря этой игре на западе наконец-то поняли ту простую мысль мы хотим больше показать я к сожалению не могу как и все опасные моменты для ютуба и star blade такие времена мы живем осмотр женщин 360 на ютубе можно а кадры из игры нет поэтому для всего этого у меня существует телеграм и спасибо что посмотрели задницу до конца и поставили этой заднице лайк поставить еще 60 тысяч лайков и дали ничего не и отправить по задницу финального скуфа в грузию или тоже добровольно оплачен благодаря моим спонсорам на пусть и патреоне которые этого еще не знают быть таких разработчиков нужно поддерживать а то они передумают и следующую игру опять сделают эксклюзивом а мы знаем что становится со вторыми частями у игр playstation я это ты милая просто подожди и увидишь спасибо за просмотр